Ребята, я вас посмеюсь, сейчас такое было у врача глазного, он сирийц и он мне сказал, акулист, короче, сирийц. Я думаю, даже, что ты не врач, я плохо вижу после капли. И он мне сказал, он мне, короче, я сказала, что я блогер, он сказал, так, я буду помогать тебе блогеру быть. Так он сказал, ой, господи, как же мне плохо видно, почему я не взяла солнцезащитные очки, и он мне сказал, давайте буду снимать, покажу твой глаз внутри, твои сосуды. Я вам сейчас даже покажу сосуды у меня внутри, он снял, да, поэтому он говорит, помогу, блогерам надо помогать, говорит. И снимал меня, врач, акулист снимал для моего видео, так что, ребят, даже врач, акулист снимал и помогал моему каналу. Привет ещё раз, ребятки, сегодня выставило уже одно видео. Едем, взяли машину опять, кашеринг, и едем на Тармин к врачу, к глазняку. Больше-больше убеждаюсь, здоровье это самое главное, нет ничего дороже здоровья. Сколько, во-первых, это не только сил отнимает лечиться, если ещё возможно лечиться. Сколько это отнимает, ребята, тоже денег и сил, терпение огромное нужно на это. Так что, поэтому я всегда думала, у меня долго хорошо было всё с глазами. Вдруг, я вообще удивляюсь, как это получилось, вот такое. Я всегда говорила, ну, хоть глаза у меня хорошие, лучше бы не говорила, говорится, как сглазила сама себя. Уже одна радость, что хорошая погода. Надо находить даже в самом негативном что-то позитивное. Ещё было бы хуже, если бы сейчас ехали бы, и была такая погода, дождь, там холод. Ну, сейчас, кстати, плюс 3 градуса у нас. Ищем парковку. Очень тяжело запарковаться в Берлине. Ну, просто невозможно, всё, всё абсолютно забито. У нас ещё время есть. Вы посмотрите, видите, абсолютно шанс. Здесь невозможно, здесь есть. Ура, нашли парковку. Ребята, какая красива по дороге церковь. Старинная. Мне нравится вот такие церкви, которые... Вроде бы они такие серые, а вот в этом... Чувствуется в них такое что-то такое... Срина. Это мне очень нравится. Смотрю. Как заросло. Веточками. Му-му-му. А мы потерялись, мы могку найти. И сейчас прочу, хотя бы не опоздать. Вот сюда мы идём, ребята. Видите, они тоже лазером делают, но не в моём случае. Так, пошли. Пошли. Дали такую бумажку подписать. Мне будут проверять сосуды в глазу. Ангиографии называется. Так, посмотрю. Видите, подписываться надо, чтобы... Ну, не всегда дают такую подписывать, чтобы я не, как говорится, претензий не имела, если что. Ребята, сейчас я буду делать ангиографию. Проверять сосуды. Всё ждём. Мне капли дали в глаза, чтобы сосуды... И вот сейчас будет вену специальное вещество, чтобы просмотреть хорошо мои сосудики. Я так плохо вижу после этих капель, я совершенно ничего не вижу. Поэтому муж со мной, он сидит, вместе сидим. С мальчиком сирийцем разговаривали, он из Сирии. Но очень хорошо по-ненецки говорит, он работает здесь. Молодцы. Вот так вот. Он говорит, что намного дешевле в Сирии медицина, то есть, ну, врачи, чем здесь. Потому что в Германии платишь каждый, слишком дорого стоит. Например, слишком много людей подключают в какое-то лечение. И всё это всем нужно платить. Там и платить, этому платить, медсестре платить, уборщику платить. Так далее, тому подобное. А там и совсем другой подход. Вот, вот почему я тоже ищу всегда русскоговорящих врачей. Потому что здесь невозможно, вот, окулиста не нашла. И поэтому немецкие врачи, они всегда более, у них так вот как бы, они тебе не будут много рассказывать о твоей болезни. Они скажут только факты, вот то, то, то. А он сам говорит даже, в Сирии тоже по-другому, как и в России. То есть, они тебе преподносят всё по-другому, рассказывают, объясняют, понимаете, время. А здесь время нету, здесь бизнес. Вот. И они в этом не виноваты. Это виновата наша политика в этом. Что врачам нужно думать о деньгах больше, чем раньше. Вот раньше даже, когда ещё 20 лет, там, в Германии, ты приходил к врачу, тебе даже бесплатно давали таблетки, всё такое. Ну, им давали там разные фирмы. И они тебе давали. А сейчас он получит. Всё практически или доплачивать надо, или самому покупать. Поддержка, поддержка, поддержка моя. Ребята, у меня ужасные вены. Это всё испортились вены, когда я много лежала в больницах. И когда мне в день делили до 10 инфузионов, ну, это называется, вот, ну, различных антибиотиков, тогда, когда, ну, я умирала от инфекции в спину, в спинномосковой мозг. И мне испортили все вены. Если бы вы знали, как мне страдают, как мне долго делают, всегда ищут вены. Всё, они уже не, у нас говорят, не что гольцей, то есть не регенерируются. И приходится меня мучить ужасно. Я страшно ложиться в больницу на операцию, что сразу надо знать, что у тебя будет постоянно вот в шею всовывать, постоянно вот этот вот, как бы, не знаю, по-русски называется, инфузион. Ну, этот, иголку будет в шею всовывать или в грудь. А это ужасно. И каждые 7 дней тебе её 5 всовывают. Потому что большой риск о том, что у тебя будет заражение, поэтому надо всё время менять. И даже иногда меньше, чем 7 дней, бывало и по 5 дней. Это очень больно, очень больно, когда в шею всовывают. Потому что там большие артерии, то есть это вены, и на живую практически делают, практически не замораживают. Я всё это испытала, и знаю, о чём говорить. Это кошмар. А больше всего, самое больное, это в грудь, когда вставляют, когда постоянно нужно, вот, чтобы капало какое-то медикаменты. Когда постоянные капницы идут в больницах, у меня больше возможностей нет через вену, то есть на руке или вот здесь вот, а только, возможно, через в шею и в грудь, потому что все вены испорчены. И они не воздражают, то есть генерируются. То есть всё. И вот сейчас вот мальчик так мучился со мной, так вот из Сирии просто ужасно мучился. Я сама мучилась, это приятного мало. Вот. И мне всегда страшно ложиться в больницу, потому что там постоянно вот эта капница ставят, и в шею, это так больно, это так больно, и это просто, это просто. Тем более, они её постоянно менять надо, через несколько дней менять, пару дней, и опять ногу всовывают в грудь, и это самое больничее. И ещё иногда в ногу ставят, в ногу тоже мне ставили, но это в крайний случай они делают из-за инфекции, то есть капельницы в ногу. Но у меня в руки не идёт уже всё. Все, все вены испорчены. Потому что в течение трёх-четырёх месяцев, каждый день по 10 капельниц, по 12 капельниц. Я просто была вся день и ночь в капельнице, когда лежала в больнице. Это просто был уже ад, я уже не могу. Хотела вам сказать, что не все болезни можно вылечить. Не все. Он так и сказал. Есть такие болезни, которые ты невозможны, невозможны и в глазные болезни, которые можно помочь. Он сказал. Вы же знаете сами, что медицина тоже не, как говорится, мы не боги. Он сказал. Кое-что мы можем сделать, а кое-что мы не можем сделать. Он сказал. Говорит. Вот левый мы можем помочь, а правый не можем помочь.